Клод Оскар Мане Мане – великий французский живописец, один из основателей школы импрессионизма. На его полотнах мир предстает перед нами, как поток света, бесконечный и на секунду не останавливающий своего движения. Вечно изменчивый, в зависимости от времени дня, погоды, сезона. В своих работах Мане пытался остановить мгновение и передать всю красоту окружающего нас мира. Все работы Мане, хранящиеся в музеях России, некогда были частью собраний известных коллекционеров Щукина и Морозова. В собрании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве хранятся 11 работ Клода Мане. Среди них такие известные картины, как «Сирень на солнце», «Завтрак на траве», «Бульвар капуцинок» в Париже. Художник Клод Аскар Мане родился 14 ноября 1840 года в Париже в семье бакалейщика Клода Адольфа Мане и его жены Луизы Жустины Обре. Когда мальчику исполнилось 5 лет, его семья переехала из Парижа в Нормандию, где поселилась на берегу Атлантического океана в городе Гауре. Там жила тетя Клода Мари Жан Лекадр. В торговой компании ее мужа Жака Лекадр на ту пору служил отец Мане. Зиму семья Клода проводила в Гауре, а летом отправлялась в загородный дом семьи Лекадр, выстроенный в курортном местечке Сен-Андрес. После смерти Жака Лекадра отец Мане стал во главе торговой компании и переехал с семьей в дом покойного родственника. В 1851 году юный Клод поступил в колледж. В этот период он увлекся рисованием и с удовольствием делал пейзажные зарисовки, изображал корабли, портовые сооружения, однако лучше всего у него получались шаржи. И Мане частенько рисовал карикатуры на одноклассников и учителей. Уже в 15 лет Клод стал известным в Гауре карикатуристом и даже начал зарабатывать на жизнь этим ремеслом. В 1857 году умерла мать Клода и заботу о юноше взяла на себя его тете. Она увлекалась живописью, имела собственную художественную студию и со временем сумела привить племяннику страсть к искусству. В конце концов Клод даже оставил учебу в колледже. Мане продолжал рисовать карикатуры, он брал заказы, за которые получал от 15 до 20 франков, а потом выставлял готовые работы в витрине багетной мастерской. Хозяева мастерской вместе с карикатурами Клода вывешивали морские пейзажи Эжена Будена. В конце концов Мане попросил хозяина мастерской познакомить его с Буденом. И тот с радостью исполнил просьбу юного художника. Пейзажисту понравились рисунки Мане и он посоветовал ему не останавливаться на достигнутом, ведь по его мнению карикатура должна была скоро наскучить такому талантливому человеку, каким без сомнения являлся Мане. Эжен Буден считал, что если кто-то хочет серьезно заниматься живописью, то ему необходимо научиться видеть суть вещей и мастерски отображать эту суть на рисунке. Все вокруг создано природой. И все создания природы совершенны. И животные, и люди, и деревья, и море, и небо. Вот почему все созданное природой хорошо само по себе и не требует лишних украшательств. Слова Будена так понравились Мане, что он решил попробовать работать на плене. Он купил коробку с красками и вместе с Эженом отправился в Рюэ, небольшое местечко на северо-востоке от Гавры. Там Мане впервые понял, что такое живопись, и осознал свое предназначение. Именно Эжену Будену Мане обязан тем, что стал художником. Ведь именно под его руководством юный Клод сделал первые шаги в искусстве. Первая картина Клода Мане «Вид на Рюэль» была написана 17-летним художником под влиянием пейзажей Будена. Она выставлялась на муниципальной выставке в Гавре в августе-сентябре 1858 года. С тех самых пор Мане всегда старался работать на пленере. На всю жизнь он сохранил дружескую привязанность к своему учителю, не забывая о том, что именно этот человек научил его проникнуть в суть вещей и тонко чувствовать природу. Отец Мане не мог не заметить склонности сына к живописи, и поэтому в августе 1858 года он ходатайствовал перед муниципалитетом Гавра о предоставлении сыну городской стипендии в области изящных искусств. В случае успеха это позволило бы Клоду отправиться на учебу в Париж. Увы, но картина, прилагавшаяся к письму с просьбой чиновникам, не понравилась, и просьба была отклонена. Тогда, в 1859 году, против воли отца, Мане самовольно уехал в столицу с целью начать обучение и посетить парижский салон. Но он не поступил в школу искусств, как того хотел отец. Это привело к размолвке, и Адольф Мане, разозлившись на строптивого сына, перестал оказывать ему материальную поддержку. В столице Клод посещал занятия в мастерской Сьюиса. Там можно было получить место для работы и даже воспользоваться услугами натурщика, однако ни о каких уроках живописи и речи не шло. Здесь Мане познакомился с начинающим художником Камилем Писаров. В апреле 1861 года Мане призвали на семилетнюю военную службу. Продать ее можно было откупиться, заплатив две с половиной тысячи франков. Естественно, что таких денег у Глода не было, а отец же, не простив сына, отказался судить ему необходимую сумму. В результате художника отправили в Алжир, где он провел два года. Африканские пейзажи произвели на Мане сильное впечатление. Позже художник признавался, что свои творческие поиски он начал именно там, под обжигающим африканским солнцем среди бескрайних пустых и сказочно прекрасных оазисов. В Алжире Мане заболел кифом и летом 1862 года был вынужден вернуться в Гавр. Там, правда, он быстро пошел на поправку. Опасаясь за здоровье Клода, тетя Мане все же откупила племянника от военной службы. Она же познакомила Клода с художником Августом Тольмоши, мужем своей двоюродной сестры. Адольфу Мане пришлось смириться с тем, что сын будет заниматься живописью. В конце концов он даже дал согласие на примирение, но поставил Клоду условия. Он непременно должен найти работу в мастерской знаменитого мастера. Тольмоши содействовал устройству Мане на учебу в мастерскую Шарля Глейра, где вместе с Клодом занимались такие будущим знаменитые живописцы, как Пьера Гюстеринуар, Альфред Цислей и Фредерик Базиль. Глейр обучил Мане технике рисунка. И кто знает, добился бы Мане столь знаменитых успехов в живописи, если бы не посвящал занятия в мастерской Глейра. Природа и в первую очередь солнце поражали воображение юного Мане. Вместе с друзьями из мастерской Клод путешествовал в Челли, небольшую деревушку близ Барбизона и рисовал там пейзажи на пленэре. Леса в тех краях сохранили еще свой первозданный вид. И Клод часами любовался тем, как солнечные лучи, пробиваясь сквозь густые кроны, разукрашивают листья во все оттенки зеленого. Именно эту завораживающую картину он и пытался передать на холсте. Мане посещал мастерскую Глейра вплоть до ее закрытия в июле 1864 года. После этого все лето Мане и Базиль рисовали на побережье Нормандии. В 1864 году на городской выставке в Руане был представлен натюрморт с цветами Клода Мане. В это же время Мане получил заказ на две картины от Луи Жозефа Франсуа Гадибера, благодаря чему молодой художник значительно улучшил свое материальное положение. Тем более, что после этого сын Гадибера стал обращаться к Мане с заказами на портреты. В конце 1864 года или по некоторым другим данным, в начале 1865 года Мане и Базиль открыли общую мастерскую в Париже. В 1865 году в Парижском салоне были выставлены два морских пейзажа, принадлежащих кисти Мане и «Неслыханная удача». Эти картины были благосклонно встречены критикой. На выставке следующего года Мане решает представить картину «Завтрак на траве», написанную по мотивам скандально известной работы Эдуарда Мане «Завтрак на природе». В своем варианте картины Клод не хотел идти наперекор общественному мнению и поэтому отказался от изображения обнаженной натуры. Однако, несмотря на все старания молодого художника, картина не была принята жюри Салона. Во время работы над «Завтраком на траве» Мане сблизился с натурщицей Камилой Донасье. Красавица настолько покорила сердце художника, что всего лишь за четыре дня он написал ее портрет, получивший название «Камила» или «Портрет дамы в зеленом платье». Благодаря первому своему покровителю Ганниберу, с которым Мане познакомился на ферме Сен-Симеон, эта картина, а также несколько морских пейзажей были выставлены в Салоне в 1866 году. Представленные работы принесли Мане известность, но не славу. О нем начинают говорить, и о его полотнах даже упоминают газетчики. Однако семья Мане была против его отношения с Камилой, и художник в конце концов решил инсценировать свой разрыв с возлюбленной, надеясь тем самым получить финансовую поддержку от отца. АПЛОСМЕНТЫ АПЛОСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Лето 1867 года Клод провел у своих родных Сен-Андрес. В это время беременная Камила, за которой присматривал Базиль, продолжала жить в Париже. Гостивший у родных Мане пишет картину «Регата Сен-Андрес». Из-за постоянной нехватки средств художник чувствует себя загнанным в угол и от этого пребывает в сильном эмоциональном напряжении. Он на грани срыва. Но, глядя на эту картину, сложно представить, какие бури разыгрывались в душе написавшего ее художника. Только маленькие рыбацкие лодки под коричневыми парусами, которые мы видим вдалеке, завуалированно намекают зрителю на тяжелое моральное состояние художника. Эти жалкие латчонки, безусловно, проигрывают элегантным белоснежным яхтам. У них нет неизысканной красоты спортивных яхт. Но они снуют в этих водах на ранее с гордыми красавицами, потому что своим потом и кровью заслужили это право. 8 августа 1867 года родился первый сын Камилы и Клода, Жан. И Мане спешно вернулся в столицу. Вскоре после появления на свет сына Клод пишет картину «Колыбель» Камила с сыном художника Жан. Из-за отказа салона в следующем году принять очередную его картину, Клод начал испытывать сильные финансовые затруднения и был вынужден брать деньги займы у своих друзей и у знакомых. Ситуацию спас судовладелец Гадибер, по заказу которого Мане в 1868 году написал несколько картин. «Колыбель» В 1870 году Мане все-таки женился на своей прекрасной возлюбленной. Час лета молодые супруги проводят в Нормандии на знаменитом курорте Трувиль. Этот город привлекал многих ценителей искусства и потому здесь находилось большое число галерей и антикварных магазинчиков. Художники приезжали сюда в поисках вдохновения и Мане не стал исключением. Здесь он пишет пять картин, одна из которых «Пляж в Трувиле» в 1870 году. Предположительно, женщина слева – это Камила, а дама справа – жена и жена Будена. Картина отличается необычной композицией. Мы видим фигуры, написанные широкими, свободными мазками, словно через окошко видоискателя фотоаппарата. Выбирая темы для картин, Мане все больше и больше отдалялся от академической манеры живописи, которая превозносилась за всегда таями салона. Как следствие, его картины становились все менее и менее коммерчески успешными. Живопись сделала Мане известным, но не богатым. Картины продавались из рук он плохо. Семья художника бедствовала. Только представьте, для того, чтобы купить краски и холст, Мане экономил на еде. С начала немецко-французской войны в июле 1870 года Клод Мане решил покинуть Францию. Чтобы избежать призыва в армию, и направился в Лондон. Во время своего пребывания в столице Англии, Мане познакомился с владельцем художественного магазина Полем Дюран Руэлем, который впоследствии купил многие полотна Мане. В январе 1871 года умер отец Мане, и художник получил небольшое наследство. Тогда художник с семьей переехал в Аржантеи, небольшой городок в 12 километрах к северо-западу от Парижа. Мане был буквально очарован местными видами. Практически сразу же он устроил мастерскую небольшой лодки, откуда потом писал «Берега сены». Его необычайно сильно влекли речные пейзажи. Так он создал серию картин, изображающих окрестности Аржантеи и морские суда, заходящие в Гавы. Летом 1872 года Мане пишет картину, на которой изображен его старший сын. Картина получает название «Жан Мане на своей лошади» в трехколесном велосипеде. Мальчику на подзрете не было пяти лет. Очевидно, что он специально позирует отцу в саду их нового дома в Аржантеи. Мане никогда не выставлял эту картину, так как слишком дорожил ей. В то же время ему позирует и Камила. Так появляется Камила Мане на скамейке в саду. 1873 год. Здесь жена художника изображена в зеленом платье, которое очень похоже на то, что было разрекламировано в мартовском номере модного журнала. В тот год умер отец Камилы, и потому лицо красавицы печально. Мужчина в котелке за ее спиной, их с Клодом сосед, который пришел выразить свои соболезнования и принес Камиле цветы. В 1875 году Мане пишет картину «Женщина с зонтиком. Мадам Мане с сыном», которая считается самой известной из ранних работ художника. На ней Камила выглядит совсем юной девушкой. Несмотря на статичность композиции, картина наполнена движением воздуха. Энергичными мазками художник передает движение ветра, под порывами которого колышется трава и разлетаются складки женского платья. Мане наносил синюю краску на белую, благодаря чему начинает казаться, будто облака и вправду скользят по нарисованному небу. Благодаря наклону головы дамы создается ощущение, будто что-то внезапно привлекло ее внимание, и она только что оглянулась в сторону зрителя. В 1873 году, когда художник работал в Аржантеи, он познакомился с Гюстовом Кайбетом. Для совместных выставок они основали художественное общество, в которое вошли многие будущие импрессионисты. В 1874 году фото отелье Нодара на бульваре Капуцинок проходит первая выставка членов общества, названная «Выставка анонимного общества живописцев, скульпторов и граверов», и получившая неофициальное название «Выставка мятежников». На выставке были представлены 165 работ 30 художников. Мане и его зарадников обвиняли в бунтарских настроениях, аморальности и несостоятельности. Выставка не оправдала надежд, и уже к концу года анонимное общество было распущено. Известная картина Мане «Бульвар Капуцинок» представляет собой вид из окна студии Нодара, и посетители выставки могли сравнить городской пейзаж на полотне Мане с реальной улицей. Художник не выбирал, на что именно, из какого ракурса смотреть зрителю, а потому полотно во многом напоминает фотосним. В своей работе импрессионисты чаще всего использовали чистые цвета, благодаря чему краски смешивались друг с другом уже на визуальном уровне. Оптические эффекты, к которым активно прибегали импрессионисты, лучше воспринимаются, если не стоять вплотную к полотну, а рассматривать картину с некоторого расстояния. Это было необычно для посетителей выставки, привыкших к салонному искусству. И, как известно, толпа редко благосклонно относится к любым новшествам. В результате публика стала возмущаться. Мужчины тыкали в картины тростями, а картине «Бульвар капуцинок» на глазах автора даже нанесли повреждение. Ее прокололи тростью в нескольких местах. После выставки в прессе появился филетон репортера Луи Леруа, а заглавленный «Выставка импрессионистов». Именно благодаря этому филетону и возник термин «импрессионизм». Со временем он утратил свое первоначальное негативное значение и превратился в название одной из самых популярных в современном мире художественных школ. А всех художников, писавших в этой манере, стали называть импрессионистами. Монай считал, что в природе нет постоянных тонов, и цвет каждого предмета меняется в зависимости от света. Работа на открытом воздухе стала неотъемлемой частью его искусства. Желание перенести немедленное впечатление на холст требовало изменений в подходе к технике рисунка. А потому предметы он начинает изображать все более и более схематично. Основное внимание он уделяет цвету и передаче световых эффектов. Клод Моне был знаком с оптической теорией Германа Гельмгольца, немецкого физика и оптика. Да что там знаком? Его книга была настольная в доме Моне. В этой книге ученый доказывал, что черного и белого цветов в природе попросту нет. Существует только семь цветов, и у каждого из них тысячи оттенков. За один сеанс Моной мог работать над картиной около получаса. А потом в это же время на другой день. Если картина не закончена за один сезон, то он продолжал работать над ней на следующий год. При таком подходе на одно полотно могло уходить 2-3 года. Создавая картины полные ярких красок и света, передающие ощущение счастья, Моне переживал тяжелые времена, не получая поддержки от родных. Художник участвовал во множестве выставок, однако его произведения практически не продавались. Доходило даже до того, что ему нечем было кормить Камилу и сына. В течение всего 1877 года Моне создает серию картин, на которых представлен вокзал Сен-Лазар. Для этой серии художник выбрал определенный ракурс и наполнил полотна светом. Для того, чтобы воплотить свои замыслы в жизнь, Моне постарался близко сойтись с директором вокзала. Благодаря этому знакомству, по желанию художника, машинисты заставляли поезда дымить вовсю, задерживали или даже останавливали состав. Моне же работал, окруженный почтительным вниманием. Кот надеялся, что эти картины уж точно будут покупать. Ведь, как ему представлялось, состоятельные люди полжизни проводят в поездках. Но публика предпочитала видеть на стенах своих квартир старомодные, но такие романтичные дирижанцы, которые уже ушли в прошлое. В это время Дюран-Руэль, переживший в связи с экономическим кризисом далеко не лучшие времена, прекратил покупать полотна импрессионистов. Печальные перемены произошли и в личной жизни художника. Тяжело заболела его жена, Камила. С рождением второго ребенка бедственное положение семьи Моне стало еще хуже, а роды ослабили здоровье Камилы до такой степени, что она вскоре, в 1879 году, скончалась. Охваченный горем Кот Моне написал посмертный портрет своей супруги. После смерти Камилы заботу о детях взяла на себя Алиса Гошеде, вместе с семейством которой Моне снимал дом в Витее. Ее мужу и лицу Эрнесту Гошеде Моне время от времени доверял в ведении своих финансовых дел. Вскоре между Алисой и Клодом завязался роман. Ее муж, узнав правду, оставляет жену и восемь их общих детей с Моне, а сам уезжает. Художник по-прежнему очень много работает. Цветы – излюбленная тема в творчестве Моне. На картине «Топинамбур» цветы, вокруг стоящей на столе вазы с цветами, выложены плоты топинамбура, земляной груши, многолетнего растения, образующего подземные клубни, которые обладают пищевыми и лекарственными свойствами. В 1881 году он создает букет из-под солнухов. Картина была написана в то время, когда Моне нашел свой собственный неповторимый стиль. Перед нами стоящие в вазе, играющие всеми оттенками желтого, красного и оранжевого цветы подсолнуха. Желтый цвет, хотя и доминирует в картине, но не заглушает другие оттенки. На стены Моне наносит облики света, которые словно отбрасывают подсолнухи. Картина была представлена на седьмой выставке импрессионистов в 1882 году и по достоинству оценена критиками. Эта работа Клода очень нравилась Винсенту Ван Гогу. О чем сохранилось упоминание в его письмах к брату. В 1883 году Моне арендует дом Живерни в отдаленном поместье Парижа, куда переезжает вместе с Алисой. В этот же год Дюран Руэль устраивает персональную выставку работ художника. И теперь имя Моне можно услышать все чаще и чаще. Однако большой прибыли выставка не приносит. Моне манит ветер дальних странствий, и он старается путешествовать как можно больше. Он то предпринимает поездку с Ренуаром в Южную Францию, то работает на Ривьере в Пурвиле, где пишет тени на море, скалы в Пурвиле. На этой картине отчетливо видно, какое развитие со временем получила импрессионистская техника Моне. Тени на воде, отблески солнца на волнах. Прищуришься, и кажется, что поверхность моря движется, дышит, живет. Мазки здесь резкие, короткие, светочистые. И стоит только немного отойти от полотна, как краски сливаются, образуя тысячи оттенков. Дует ветерок, и на воде солнечный день появляет царя. Клод Моне несколько раз побывал в Голландии, и, вдохновившись ее пейзажами, создал серию картин, на которых изображены по-праздничному яркие поля тюльпанов и ветряные мельницы. Среди них поле в Голландии, поле тюльпанов, Сосенхейми, Плеслейдена. Он часто пишет одно и то же место, просто изменяя радус. Моне продолжает много рисовать на природе. Возможность работать на открытом воздухе обеспечивают недавно изобретенные тюбиковые краски, без которых струбительные работы на пленэре были бы попросту невозможны. В Витее художник чаще всего пишет Сюзану Гошеде, дочь своей новой возлюбленной. Одна из картин этого периода получила название «На прогулке». Принято считать, что Моне работал над ней летом 1887 года. В конце 1880-х годов картины Моне все более и более привлекают публику и критиков. За признанием следует достаток. Вскоре финансовые дела художника настолько выправились, что он смог купить дом Живерни, где и прожил до конца своих дней. Моне активно занимается обустройством нового дома и в конце концов решает разбить сад. При его планировке он следовал советам японского садовника, гостившего в это время в доме художника. Так появляется японский мостик. Совсем такой же, как на гравюрах Хакусая, пруд с кушинками, в который вода поступает из ближайшей реки, носящей название Эпт. Множество извилистых тропинок. Моно страстно любил свой сад, и потому мы часто видим его на картинах мастера. Полотна эти пользовались особым успехом у парижской публики. Надо сказать, что Моне был страстным поклонником японского искусства, а потому в его доме в Живерни хранилась обширная коллекция японских гравюр. Художника часто можно было встретить в галерее Бинт, в центре торговли и восточными произведениями искусства. Со временем полотна художника становились все более абстрактными, экспериментируя со светом, эффектами, которые дают туман и отражение воде. Моне уже в 1890-х годах начал размывать контуры объектов, и все более и более отдалялся от реалистичной манеры письма. Благодаря этим находкам Моне многие специалисты считают Моне основоположником абстракционизма. Моне создает этюды стогов сена на лугу Ближеверни. Однажды художник отправился писать скошенный луг, взяв с собой дочь. Погода резко испортилась, исток, и луг, и небо тут же приобрели совсем иные цвета. Тогда мастер послал дочь принести другой холст, но погода снова переменилась. На следующий день Моне взял с собой пять холстов, поставил их рядом и начал работать над несколькими картинами сразу, переходя от одного холста к другому, в зависимости от смены освещения. Так появились его знаменитые серии. Моне пишет стога сена, используя лиловый цвет, желая тем самым передать впечатление от того удивительного света, который в тот момент заливал часть луга. Согласитесь, не совсем обычный цвет, да и в природе он встречается нечасто. Однако художник смело прибегает к нему и мастерски передает особенности момента. Так появляются лиловые стога и темно-голубые травинки. Вообще можно смело утверждать, что картины Моне напоминают палитру, на которой смешиваются краски. Художник продолжает работать над серией пейзажей со стогами и на следующий год. Вначале Моне рисует стога на полях, пытаясь уловить настроение ускользающего лета, потом изображает их осенними, красно-рыжими, а еще позже, покрытыми снегом. А в 1891 году в стога на его картинах приходят прямо из пасмурного и дождливого лета. Начатые на природе из стога дописывались уже в мастерской. Моне добавляет по памяти оранжевые, голубые, фиолетовые, розовые тона. На выставке у Дюран-Руэля 15 картин этой серии вызывают всеобщее восхищение. Особым успехом пользуются полотна, написанные на закате. Популярность Моне растет, и с ней растет и благосостояние. С этого времени Моне в своем творчестве полностью следует принципам прессионизма, согласно которым не важно, что изображено, важно, как изображено. Он совершенствует технику живописи, позволяющую показать малейшие изменения в природе. Художник пишет серии многочисленных работ, на которых изображены тополя, водяные лилии, здания парламента, берега сены. Большинство картин Клода Моне, имеющих сейчас самую высокую стоимость, относятся именно к этому периоду. В 1892 году Клод Моне смог официально назвать Алису Гошеде своей женой, с которой они обручились после смерти ее первого мужа, Эрнеста. В этот же год в Руане Моне стал писать серию картин, изображающих фасад кафедрального собора. Каждый раз, как только освещение менялось, художник брал в руки новый ход. На следующий день он вновь начинал работать и снова, в зависимости от освещения, менял холсты. Субтитры создавал DimaTorzok над серией видов Руанского собора Клод Моне работал на протяжении двух лет. В итоге свет увидели 22 картины, но до наших дней сохранилось лишь 15. Художник хотел, чтобы все полотна серии хранились в одном месте и даже продумал порядок их расположения на стене. Однако, со временем он отказался от этой идеи. В Москве можно увидеть Руанский собор в полдень и Руанский собор вечером. Обе картины написаны в 1894 году и изображают один и тот же фрагмент фасада собора в разное время дня. То он предстает перед нами в теплых желторозовых тонах, то холодно-голубоватых. Ранее картины делились по такому принципу. Если солнце сияет ярко, то это без сомнения указывает на полдень. Вечером же краски приглушены и тени становятся длиннее и насыщеннее. Но физик Борис Рушенбах обратил внимание на то, что фасад собора выходит на запад и ярко освещен именно вечером, а значит картина, на которой фасад собора освещен ярко, писалась вечером. В полдень же западная сторона еще в тени. Благодаря этому открытию справедливость была восстановлена и названия картин поменяли местами. В 1896 году прошла восьмая и последняя выставка импрессионистов. Ни Ренуар, ни Моне в ней не участвовали. Они сами утвердили правила, согласно которым художники могут принимать участие только в одной выставке. Тем более, что к тому времени к ним уже пришел успех и их картины экспонировались в салоне. Шло время, появлялись новые имена, импрессионисты же становились классиками, признанными мастерами. В 20 веке ко всем представителям общества пришло признание, однако самого общества в ту пору уже не существовало. осенью 1899 года в своем собственном саду в Живерне Моне начинает писать знаменитый цикл картин, получивший название «Кувшинки», работа над которым не прекращалась практически до самой смерти художника. Сад и пруд стали для художника неиссякаемым источником вдохновения. Как мы уже знаем, Моне создавал сразу серию картин, объединенных одной темой, что позволяло ему передавать различные нюансы освещения. Серия с изображением водоема, заросшего белыми кувшинками, состоит из 13 полотен. Серия, посвященная водяным лилиям, из 48. В общей сложности Моне посвятил любимым сюжетам почти 30 лет жизни. В этом же году художник работает над серией картин, на которых изображает японский мостик, перекрытый через тот самый знаменитый пруд. Среди картин серии самой известной, пожалуй, является пруд с кувшинками, 1899 год. Одноименное полотно, написанное Моне в 1919 году, было признано самой дорогой работой художника по результатам Аусона Кристис в Лондоне в 2008 году. Тогда картина была продана за 80 миллионов долларов. И с тех самых пор пруд с кувшинками занимает девятое место в рейтинге самых дорогих картин мира, проданных на торгах. О том, кто приобрел эту картину и где она находится сейчас, ничего не известно. В 1908 году появились первые признаки тяжелой болезни глаз, которая мучила Клода Моне до конца жизни. Но, несмотря на недуг, Моне вместе с семьей отправился в Венецию, где пробыл с сентября по декабрь. Там он рисовал, изучал в церквах и музеях работы старых мастеров Тициана и Паоло Веронезе. Здесь он написал картину Палацу Дарью 1908 год. 19 мая 1911 года умирает вторая жена Моне Алиса. В следующем году зрение стареющего художника ухудшается еще сильнее. Врачи ставят диагноз катаракта обоих глаз. В 1912 году с большим успехом были выставлены картины Моне с видами Венеции в галерее Бернхейма Латшева. В 1914 году Моне предложили подарить серию картин, изображающих водяные лирии французскому государству. Клоду и раньше поступали подобные предложения, но хотя это и была большая честь, художник всякий раз отвечал решительным отказом. Только к концу Первой мировой войны 11 ноября 1918 года Моне все же согласился передать дар французскому государству 8 картин серии. Но в 1921 году страдая из-за значительного ухудшения зрения, Моне захотел вернуть свои любимые картины. И только в 1922 году по настоянию друзей Клод Моне подписал нотариально заверенный договор, благодаря которому картины действительно перешли во владение государством. После смерти сына Моне Жана его вдова взяла на себя управление домом в Живерне. Там Моне устроил большую мастерскую, в которой уже по памяти рисовал водяные лилии. В 1923 году Моне перенес две операции по удалению катаракты. Они прошли успешно и художник Ноф обрел зрение. Он продолжал работать не переставая, живя под присмотром преданной ему приемной дочери Бланш Гушеде Моне. Увы, но под конец жизни Моне страдал от тяжелой депрессии. Он перестал рисовать свои любимые водяные лилии и собственноручно уничтожил многие из своих последних работ. Мастер не хотел, чтобы после его смерти неудачные или незаконченные картины были выставлены на продажу. Клод Оскармоне умер в 1926 году в Живерне в возрасте 86 лет от рака легких и был похоронен на местном церковном кладбище. Клод Оскармоне